а Продолжение следует... 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 все покажутся, а здесь 12 лет, и пока... А кто это несет, да? Это отдельный вопрос, я не хочу... Это здорово, это не... Я не хочу, я знаю, но не буду говорить, как у меня такого... Ну, это близкие, близкие люди, родственники, люди... Ну, в общем-то, да, близкие. Но это не родственники? Нет. Я хочу вам сказать, что в то время, когда мы довольно-таки часы ходили, была возможность ее посещать любым ее подругам и друзьям. Но, к сожалению, такого не было. Я знаю только... Марианна Веркинская была, Наташа Фокирева, там же она была, и, естественно, Николай Бурляев ходил. А остальные те, кто клялись в любви к Валентине... Нет, не было никого... Даже сестра ее... Вот... Я точно не знаю, но мне вообще... Говорили, что это сейчас я... Что я не была никогда... Был Коглов ее муж, Татьяна... Вот, в которой... Я на солнце тежу... Этот мальчик... Автора... Эти все... Удившие... Удившие... Удившиеся... Удившиеся... Ну, это... Четыре года назад... Большим трудом... Мы попали... Я даже не знаю, что... Это... Секретцы, которые ничего не знают... Удившиеся... Ну, может быть, это связано с ее квартирой... я могу ошибаться, трудно разобраться, но я в прошлом году, когда хотел попасть к ней, звонил Валентине Дмитриевне. Говорят, что я близкий друг к Валентине или раньше, хотел к ней постоянно. Она мне ответила, ну, сколько вы у меня проводите, 5 минут? Это вам даст какой-то толк? Странно довольно-таки слова. Ну, вы понимаете, мне очень трудно оторваться от дома, я прикован к маме, у меня больный человек, и очень трудно найти кого-нибудь, чтобы это делать. А что первое ваше знакомство? Какое вы запомнили олимпиадской инстанции? Вы знаете, очень открытое, очень доступное для любого человека. Не можно, я тоже, как я понял, было позвонить в любое время дня и ночи. Она бы не сказала, ты что, ты что, я плю. Хотя, в общем-то, любой мог так сказать, зачем ты меня будешь. Она бы спросила, как это включилось? А почему это включилось? А почему это включилось? Это не так поздно. То есть, я почему это говорю, что человек очень простой, открытый и можно в игре. Понимаете? Не случайно, вот, в последнее время, не прикованно, вот, такое, сильно, внимание. Я и так все. Ну, что это значит дружба? Мы думаем, что дружба, это постоянно, каждый день двигаться. Нет. Естественно, мы так звалили. В то время, когда мы работали в акцентре, естественно, мы не дружили. А потом я уже ушел и пошел в акцентр работать. Естественно, это долгие годы мы не виделись. Потом я не помню, что ты мне сказал. Статья была в журнале, в таком случае. И я узнал, что она лежит пока в этом пенсионате. Мне же хотелось ее увидеть. И все все удалось. Ну, тогда у меня был телефон в комнате. Потом почему-то телефон в сенале. Она все время мечтала, конечно, продолжить свою тетскую работу. Но и, кстати, надеялась, что удастся ей сделать операцию, поводившуюся на это время. Как она потеряла время? Это вопрос соперникам. Я не могу это все подробно сейчас сказать. Мне просто хочется сказать очень много теплого об этом человеке, потому что она страдает. В этом моменте, когда он страдает. В этом моменте, когда он страдает. Она подбивает обрубок. Я помню. Он начинает, когда отрабежь ему. Сюда, суда. Он был в Мазаре, и у него все вопросы. Вот, чтоб чипы записало. Сама, наверное, не чипы в трохнуло. В конце, я просто... Обратение... у меня губы сохнят у меня не хватило нет, там не крупный план это не такой же план средний все хорошо у меня очень часто ближе губы это не красиво смотрится можно... или воды или воды защищает конечно, я давно уже на камерной работе не красиво ну мы там выйдем что такое нет Продолжение следует... 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 температура подать, а здесь 12 лет и душевное, можно сказать, всего сонное в него ранее, и плаву, и плечи, и красивую жизнь, и благодарить всех, люди могут сказать, а куда деваться, можно и с ума сойти, в таком положении у нас не сходит, слава богу, еще вот я смотрел, когда Венгриевна к ней приходила, да, вот в последний раз, и спрашивала, что у Венгрина хотела пожелать, по-моему, она сказала, что в зоне этого все не ради этого, такие слова, чтобы люди надеялись на лучшее, они всегда паникуют, падают, а скорби, это и целительные лекарства для нашей России, если мы будем каждый скорбь, ну, какое-то лишение свое, понимать с точки зрения лекарства, с точки зрения подарка, может быть, так сказать, отборцы, да, и благодарить за это, конечно, Господь видит это и прощает нам на любви. Ну, я не знаю, может быть, она общалась с этим перед ним, который ей пророчили, не знаю, может, кем она говорила с ней. Но она рассказывала с ним, она осталась с этим. Ну, от кого-то произошла, да. Да. Хотя, вот я часто ей говорила, Алексей, одно дело исповедуется перед оконцами, и он же тоже, когда кто-то все это не понимает, а самое большое дело, это, конечно, вызвать священника, и поговорить с ним, вот, и покаять о своей лекарствах. Хотя, может быть, я не совсем прав, потому что можно ей постоянно исповедоваться, а так и не покаяться. Вот. Ну, вот, последняя жизнь, пребыванная, за тем, как это, в 12 лет, это не малый срок. Я думаю, может быть, он за 4 сетей ей срок покаяния ей. Потому что она лишена всего того, чем обождалась ранее. Вот. К сожалению, мы не можем с ней поговорить. Если бы, была бы возможность у меня поехать к семье, я не могу к малышам и срокам. Либо она была бы рада? Да, конечно. Она была бы рада. Очень. Мы бы с ней поговорили бы. Ну. Почему она там сняла? Почему? Она так говорила. Не знаю. Может, вообще. Ну, это сокровенные какие-то такие моменты. Я не могу. Ну, вот, вы никогда не додумывались, почему в доме где-то тысячи квартир, а никто не дружит с квартирами. Дружит с квартирами в другом городе или в другой стране. А почему? Вроде рядом живут люди, одинаковые условия у всех там. Не получается дружить. Что-то есть. А что это? Дух. Ведь человек в трех составе – тело, душа и дух. Поэтому у композитора свой дух, у искустора, у поэта, у певицы. Ведь мы же часто наблюдали, что какие-то песни жительны не может, допустим, стать Пугачёва или наоборот. И по какому-то произведению сразу можно узнать почерк Саволи другого композитора или художника и актёра. Так же и здесь она эпатажная, конечно, актёра. Очень открытая душа, голос громкий, звучный. И вот в последний раз когда к нему приходил, она началась играть в старых литератах. Такой порыв. Ну мне кажется, сейчас уже такой порыв уже этот трассон, на меня 이제 ушло. А ты думала, с какими моментами сейчас все издействие на нал? Все. Какие. Что издействие на нал? Потому что ты хочешь играть? Ты хочешь где-нибудь? Ну да, конечно. Хочется вот здесь играть, естественно. Сейчас был на сцене. Долгое время было заключением, естественно, со скульптур. Ну, это друзья, извините, потому что у него мало друзей. Ну, понимаете, все друзья, которые у нас есть, не всегда можно назвать друзьями, потому что друг, это не тот, который тебе дает в долг, а друг, который тебе помогает, когда тебе прискорблен, когда ты потерял славу. А вот я даже хочу сказать о тебе, когда я сейчас практически никто, не конец, было много друзей, а теперь меня, конечно, остались они, но остались друзья, ну, верующие, которым легко, которые не призадут никогда, хотя у нас полно России, как у всех людей есть, нужно не бороться, это очень тяжело. Как помню, что если бы был актером, то гроб бы выносили под аплодисментом, никому не позволили, потому что, знаете, как это больно, смотрите, только слезно, ну, смешно бы можно было бы, если бы не было так грустно. Представляете, человек умер, а у нас традиция добрая, а под аплодисмент его провожать, последний путь, ну, просто смешно. Уже представьте, если бы поражали бред, да, или членов, там, государственной думы подготовить, ну, у них же славнее, чем актеры, понимаете. Вот, мне все время хочется, чтобы в прямом эфире, на это от себя. Вот, допустим, мне бы никогда не хотелось участвовать в программе какой-то, и что ты кому посоветовал? Ну, как я могу что-то посоветовать, если у меня полно грехов, полно страсти? Ну, ты это, великие добродетели, которые омывали слезами, как грехи. А у нас, если как у тебя есть доброе дело, и мы его считаем задолгое, оно превращается в злое. Ну, разве трезво человек не мучает жизнь и прошлое, настоящее? Я думаю, наверное, нет таких людей, которые всегда заботятся. Хотя нет, я думаю, что есть, потерянные люди. Но, разве человек может сказать, что я мучила, с укровением что-то. Такие вещи можно говорить. Хрещеннику на искусстве, у нас общие стоят все еще такие. Мы не дели ее, поэтому это все так. Вот. Но, опять-таки, это очень трудно. Предповедоваться, изменить свою жизнь. Мы, воскреские люди, страдаем от того, что живем без любви. Потому что церковь по определению известного «Славяна Силы» Алексея Степановича Ханикова – это осуществление жизни по евангельским заповедям по закону людей. «Если бы мы все жили так, как святили, мы этого вообще не были, но с тех пор, как первый грех вошел в человека, любить родовые грехи. Родовые грехи». И все пошло и поехало. Жениться неизвестно, кто на ком. Потому что раньше родители уже готовили невесту там, где жениха или наоборот, потому что знали, что там нельзя давать замуж, или кто-то там без полисов, или кто-то без трендец, кто-то переходит как бородовой грех. Это уже другие, какие духовные тонкости. Но это все потеряно. А мы сейчас живем по страстям. Нас больше волнует какая-то телесная красота. Влюбчивость больше похожа в наше время, а не любовь. «Может ли я больше по-моему спросила?» Ну, может быть, я не знаю. Это нам может рассказать, наверное, только священнику. А я не собираюсь, как бы, если бы была возможность еще раз мне прийти, допытываться этой женщине. Это очень тонкое сокровение. Я думаю, даже если не нужно говорить. Вообще себе трудно, тяжело рассказывать, потому что в любом случае мы превозможны. Даже сейчас, я говорю, мне очень неприятно описать себя. А быть, я этим тоже говорю с точки зрения, наверное, высоко. Мне бы не хотелось бы сказать. «А вот вы...» «Все раз поставим, все раз поправим». «Опять-то так можно...» 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 «Я сейчас вспомнил слова великого Петова, который говорил, если вы увидите, что у человека нет никаких скорбей, ну, даже как бы не ближе к сердцу, а с вами, нет никаких скорбей, все у него хорошо, не болезни, жена, дети, на работе все у него хорошо, то это первый признак у нас с правым Богом, а у нас на другом, здесь есть бизнес удачный, здесь есть балка шла, физически болеет, занимается спортом, у нас все хорошо на работе, значит, с ним Бог, ошибаюсь, очень глубокий, для меня это не моим словом. Вот, недаром, мне тоже очень понравились слова этого, который сказал, что наш народ может и должен стать орудием, вене и вене, которое, наконец, освещает их идею о приемной монарстве. Не случайно, наверное, в нашем народе есть что-то такое, что вот видит дьявол. Это очень серьезный, страшный момент. А мы все участвуем, стоя, 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 стоя. Когда спросили у Михайловского, будет ли в России так? Он подумал, пять раз повторили, он тихо, он тихо, он тихо. Страстное время, страшно. Поэтому нам сейчас нужно больше задуматься над собой, каждому. Если бы мы жили так, как должны жить, то изменился бы, если нет. Если бы каждого изменился, я, вы, другой, третий, нас был бы ранее в земле. А поскольку мы живем со страстями, поскольку мы не можем себе отражать ничего, и получаем болезни, помешения, оскорбления, тогда надо не терпеть. Человек должен выбрать, либо жить и терпеть за все, что Господь ему посылает, когда спасет Своя Душа, либо соблюдать залпы за Евангельский и тоже благодарить за все, что Господь ему пошлет, для проверки Его веры. Ну, опять-таки, слава, что Господь. Василия Александровна верующая? Я думаю, что да. Она говорила? Да. Ну, что значит верующая? Опять-таки, хочу вспомнить самый важный момент, который венчает, я бы сказал, всю суть православия, разговаривать на кресте, во правую сторону, который был родственник Господа, первым с ним вошел в рай. Почему? Потому что, во-первых, признал Бога на кресте, во-вторых сказал, что достойно поделом приемли Господи, и не просил царства небесного у него, а просто сказал Господи, когда придешь и поменил его о царстве своем. То есть, помянулся, он даже не мечтал, что он там будет, а в казарстве там терять. Вы представьте только, ни крещеный, ни молекви, ни каких добрых дел, наверняка и воровал, и пил, и долгил, и убивал, а первый вошел в рай. Вот в этом, да, суть, в этом близкий крест. Поэтому, еще раз повторяю, что Бог кого любит, того и наказует, и он не говорил, что вот, вы, вот, вы, вот, вы, вот, вы, вот, я не то бывает, а говорил, вот, священники, вот, поисели, вот, нижники, законники, обречал их. Можно чисто внешне показывать свою святую, а в душе, а внутри быть полным язвы. Кривицы, жаль, тщеславие, гордостью. Вот вы представьте, как трудно выдержать похвалу. Ведь такая работа тяжелая у актеров. Их постоянно хвалят, очень мало кто ругают. Но, вспоминая слова преподобный Иоанна Вестовича, который сказал, что только рано ангельной может без ущерба выдержать похвалу. Ну, а как, как, вот, в этой представке, когда человека хвалят, что ему, куда его, куда ему деваться? Ну, а вы сказали, что она не считала себя звездой, она в этом спросила, что она не тренилась? Мне просто стыдно. Она спросит, что я вот так вот какому звезду. Какая звезда? Какая звезда? Какая звезда? Человек, который себя называет профессионалом, это смеху подобно. Святые, вот, возьмите, Макарий Великий, Божий очистен на грешного, Якова Никажи же застворит благое при Собое. Великий Святой. А мы какие-то профессионалы. Каждый человек не должен себя ни в чем считать профессионалом. Бесов смешием. Никто никогда. Как она говорила, когда ее Николай Великой? Ну, я не знаю, как она говорила, это не нравилось. Она не хотела бы сказать, что я это говорю. Вот, это отдельная была тема. Вот. Я не хотела бы говорить на деле. Ну, просто нехорошо, когда человек тебя считает звездой и молчит, когда другие его называют так. Это просто смешно. Какие нравятся, когда к ним обращаются? Конечно, любому человеку нравится, когда к нему обращаются. По-хорошему, по-плохому. Кому нравится, если будут обращаться к нам. Естественно. А вот в этом-то и есть секрет. Мы любим, чтобы нас хвалили. А вот когда кто бы нас ругал, и мы, как бы, ну, во всяком случае, вытерпели, не смутившись, не обидившись от силы, да. Поэтому в этом будет заключаться какая-то милость. Милость. С нашей стороны. Ну, не нравилось, когда вы с вами? Ну, я думаю, конечно. В любом человеку нравится, но опять-таки могу ошибаться. Вы бы еще рассказывали, что они тянулись к друзьям. У них это не осталось. Почему? Знаете почему? Потому что друг истиной может быть только верующий. Только верующий. Верующий человек, который верит в вечность. Мы вообще все люди на земле. Должны каждому человеку относиться как к Богу после Бога. По-моему, как я уже сказал, точно не помню. То есть мы все Божие создания. И каждому Господь дает такую жизнь, которая наиболее приемлема для спасения его души. Еще вот если вспомнить слова преподобного Исаака Сирина, который говорит, не для того милосердный молодыка создал свои разумные существа, чтобы погубить их в вене огненное, зная, что они все грешат и все равно сотворили. То есть есть надежда на то, что люди, может быть даже которые очень трудные испытания будут тратить в воду, в конечном итоге, когда это будет, они спасутся. Это отдельная, конечно, тема. Но Бог есть любовь. Бог не справедливый. Бог любовь. Вот в этом-то и заключается различие нашей веры православной от других. Что наша вера православная, она только рассматривает жизнь по любви. Бог есть любовь. Этих пределы не религиозности? Ну, наверное, дело не религиозности. Друзья, я считаю, можно и не ходить к человеку, но молиться за него и справляться с самим. Нам, каждому, я самым давно это знал, самая великая польза для ближнего человека, для умершего, для живого, будет не подать записочку там храме, какие-то там, на рынке, как это говорит, а самим управляться. Самое великое делание, которое мы сделаем для ближнего, это исправление самого себя. Если мы будем жить по Евангелию, если мы будем стараться отвлекаться от этого видничего мира, то и Господь может привести к поколению наших близких. Я не знаю, почему вы, может быть, неправильно меня поняли, не хотели общаться, я просто видел результат. Если бы к ней приходили многие, я бы это знал. Как это? Ну, как от тех же друзей, с которыми общались до сих пор, и которые к ней ходили. Вот. Я, знаете, иногда прогуляюсь не ходил. Маша, наверное, к ней приходила. Вот. А остальные, которые хвастаются о том, что они у меня подруги, пребывая в здравии тогда еще, и имея возможность ее не вести, когда свободный был вход, я свободно проходил без всяких проблем. Они к ней не ходили. Это стыдно. Это стыдно. Я могу и всегда делать, я не боюсь. А вам это тоже, конечно? Конечно. А как они не писали на телефон? Ну, не знаю. Телефон у нее был недолго времени, потому что мне рассказывали, снимали телефон после того, как он разбился. но можно было заменить такие большие деньги. Ну, не знаю. Почему так случалось, что люди не приходили к ней, что они стали заняты. Но те, кто ходили к ней, я думаю, что не были заняты. и другие, которые они встречали. А у нее друзья как-то больше прославлены? Ну, по-разному. Разные режиссеры и актеры. Ну, по-разному. Ну, как это ты больше остался? Ну, конечно. Ну, конечно. Теперь понимаешь, что она сказала неправду в виде ее Елены Китровной. Елены Китровной, Елены Китровной, она там была достаточно долгое время. Елены Китровной. Елены Китровной. Елены Китровной. Поэтому я думаю, что если бы люди захотели, а Господь это усилили, можно было бы ее навестить. Можно. Мы же тоже прошли, наверное, не без воли Божьей. Мы хотели, нас не пускали четыре года назад. Очень хотели. Я думаю, что сейчас нужно рассматривать вот эту тему, касательно Валентины Малявиной, не с точки зрения ее каких-то каких-то моментов, с которыми делала своя жизнь, как они все, а с точки зрения той пользы духовной, какой она имеет, и бывает там долгое время. Это, я думаю, что это польза. Может быть, Господь ее и решил, вот этой славы, чтобы не загвездиться. Опять-таки, я думаю, так, вот когда мы были на церемонии с ней на вручении племени Микки, по-моему, с тем, с тем, с тем, с тем, не получила. Ну, я ее недолго успокаивал, поняла мысль, чтобы Бог не делается к лучшему. что Бог не делается к лучшему. И все. И все. Освобождая от славы, Господь, наверное, и является своим миром человеком. Я думаю, так. Что вы там сказали с ней? Ну, оно, наконец, немножко расстроилось. Вот. привыкло. Вообще, очень интересная судьба, опять же, вспомнили, да? Красота. И все. Глядь, семеницами, и все. И каждому удавалось быть. снятым. Тима Старковского. И вот так все закончилось. Это не судьба. Судьба указывает своему вершину. Существует своей власти. Отказаться от каких-то тяжелых дел. И А если он не может отказаться, то Господь это делает. Как случилось с ним. что Валентина могла и умереть, как многие актеры умирали, мгновенно. Там падали они в березе или елки, и умирали от нее. Однако человек живет. Наверное, я думаю, что Господь увидел какую-то открытие, красоту какую-то доступность. я думаю, так. Я думаю, так. не могу немного остановиться там не 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 ни не 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 а не Продолжение следует... 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 Я не думаю, что если парень видит девушку так сильно и он горит каждую минуту Я думаю, что она одна из тех, которые приходят к ней раз раз, в несколько чаще, чем другие Дух тоже, именно сна Я с ней это дружу долгие годы Вот как-то мы взглядели все Опять повтори, почему в одном доме только квартир, а не сами дружат А дружат потом с другими Другими Нет, я знакомый с родителем А Ну, не получилось, что она уже взяла там А Ну, вот, да Сатралка самая И у нее тоже много знакомых Все Вот так все еще Ну, по-моему, через месяц Да Ну, если вы хотите, я могу почитать все Вот так сказать А это когда вы приехали? В 2007 году В 2007 году А это когда он первый день смогли Если вы еще ходили? Я ходил Я ходил, но не смог уже к ней попасть Я не знаю, с какой причиной Что случилось Мне Не А она не случилась Нет Не 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 Свет нам дает. Выслышанным быть также и у меня надежда, Вот только вижу, что взрослый день у веры. Творить добро, не видеть дела, Смиряться я не смог. Одно на Бога упование, чтобы мне помог. Всего два друга, замечательных сумок и капсиль, Отвинулся на сборе страсти, Как-то не верстить. Где мужество нам дать, чтобы уныние привозить, Придать за день и страх, оттелать за душе, по-моему. Героям думы в голове проходят, волком выть, Мешают слышать, пасть и слушать, Свет любить, зельком бороться, Надо подвижаться до конца, Чтоб заслужить у Бога, не селенного венца. Ну, такой специально может быть и не получилось. Профессиональная, но готовка власть. Такая, что мы все заверти своих страсти. Нас держит страсти. И победить их сможем только всегда усиленную борьбу. Вот. Именно. А уж удастся нам или нет, это будет уже, Когда отойдем синой жизни. Вмени. А, и... Все, не только она. Все, не только. А уж как она. Болится или нет, я не знаю. Но одно дело, что Какие-то страсти в туалетке, Более плоскости были. И не имея того, что имел ранее. Она завершена многого. Это уже есть какая-то садина. Но вот. А подвиждают целиком страсти, И то, как их немного было за всю историю Семьи нашей жизни. И полностью были Искременные страсти. Как их было, и дни, Искать, если, чтобы все, как я бороли. Но бороться с нами, И за что поможет. Это единственная наша задача. На предель, на земле. Чтобы здесь Можать и все усиленные борьбы. Как бы ни было, на антиле. Я не знаю, смог бы ли я дождать Слезы, Большин. Она еще какая-то длительная. Один, да. И многие. Вот. Я не знаю, что бы я сказал. Много, да. Как я хочу сказать. Как бы она. Поперняла бы эти слова. Ну, пожелаю всем спасения. Души. В первую очередь, я бы сказал. Идеи всем вам. И вам. И себе. Это единственное, что Всем нам нужно желать. Чтобы сердить. Благодарить за каждый прошлый день. За скорбь, за скоби, за страдания, за ним есть. И за все это обязательно признать. За каждом господи, за соседше всего. Спасибо. Надеюсь. Хорошо. что касается православия, что касается каких-то вопросов отдельных, ну, я думаю, что это не может быть. Ну, а зачем? Мы от себя-то не можем понять, что нам все это хочется. На другой день, зачем другую? Я думаю, что мы должны обращать и особо на внимание только на себя. Поскольку мы все больны и все мы находимся в особой слепоте, в своей душе, мы все в прелести. То есть мы думаем, что мы живем богоугодно. Оказывается, это не так. Кто же из нас может сказать, что он передает запад? Это практически не все. А если человек скажет, что я соблюдаю, что у меня в конце нечто не знаю, не видит, что я в руке. Как Петербург сказал, что любит меня, кто дает или мое, кто любит. А кто может сказать, что я люблю Бога? Между. И здесь нет ничего, что это. Бог любит тот, кто любит, кто любит, кто живет, кто любит, кто любит, кто любит, кто любит, кто любит. Я думаю, что страдание и сердение скорбей – это единственное, что в последние времена может помочь нам, каждому человеку, увидеть, выдать у Бога милость какую-то к нам. Потому что, когда человек живет и благодарит за все, особенно за страдания и за скорбь, то это у меня стало сиятостью. Может быть, меня мое слово восприняло не однозначно, жалобно, но это так. Убилительно, я не удивлюсь, почему именно с ним и полное в последнее время такое внимание. Я не могу ничего сказать, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. – Это очень важно. – Это важная тема. Что вы платите, что, сколько. Строительные места, строительство дома, что важнее построить дом или влетать. Нужно нам думать о том, как помочь себе, а помогая себе, мы поможем нам. Нужно писать. Здесь же много организаций. Театрарных деятелей. Театрарных деятелей. Театрарных деятелей. Мы давно. Нет, надо ли. Нет, что это не понятно. Ничего себе. Не было раньше, да. Мы добрались. Мы добрались. Но, мы добрались. Олег. Молодые были, там, люди иди, дарили. они, к сожалению, ронялись, где жилело, твой, на пол, и сначала все работали, но попадал уже в одном месте, и потом можно и набирать, и вы все это делали. Ну, конечно, там абсолютно прекрасно, там все проигрываются на раке, где жилело, где жилело, где жилело, там просто и сансонат собой, не спрямил сансонат, и сансонат абсолютно. И почему я не сошлый литер, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...